Словам про Хабаров, что тут ставят рекорды. Это все-таки такой пиетет по отношению к принимающей стороне от вас? Или вы посмотрели по России разные города и все-таки поотвечаемся? Предварительно, естественно, мы всегда смотрим, какие регионы у нас отличаются под количеством рекордов. И есть несколько городов, это Хабаровск, Тюмень, которые действительно очень часто заявляются на рекорд. Казалось бы, там Петербург после Москвы должен иметь первое место. Нет, как ни странно, в Питере более латинным в этом смысле. А вот сибирские города, они очень активные, и вот ваш город один из, так скажем, первопроходцев. Причем в Лондоне очень удивлялись, когда были установлены мировые рекорды по латиноамериканским танцам. А у вас два диплома Гиннеса настоящих, я подтверждаю, и четыре рекорда России по танцам. И все латиноамериканские. То есть почему не Аргентина какая-нибудь, да, почему не другие страны, а именно Хабаровск, где достаточно суровый, так скажем, клип, но народ зажигает. Вот видите, какой интересный сочетатель. С точки зрения качества подготовки в иноприятии, сравнив с другими. Здесь я действительно, так скажем, ну если не удивлен, да, я уже имела здесь опыт, то все ожидания, связанные с технической подготовкой, они не просто сбылись, да. Поскольку очень много критериев и требований, специальных правил из регистрации рекорда, здесь приняты дополнительные, да, это такие сверхмеры, которые защищают с одной стороны потребителя. В единическом плане проверено все и вся, то есть девочки работают там в перчатках и прочее. То есть вы не увидите некоторые элементы при, как даже в обычной продаже подобных напитков. То есть здесь происходит устерелье, как в больнице, и температура выверена, специальные охлаждающие остановки, специальные затененные там кеки стоят. То есть при этом, ну, 300% мер принято, чтобы это все в рекордсе, не просто состоялось, но состоялось на самом высоком уровне. Алексей Арисович, а технология, вот мы смотрим, стаканы, они пронумерованы, как считаются, как все это? Итак, изначально известно общее количество выделенных стаканов. Значит, утром я посчитал количество коробок, у нас минимальный порог 10 тысяч, а всего заготовлено 20 тысяч порций, 20 тысяч стаканчиков. Соответственно, контролировать мы будем остаток. Все, что будет роздано и умесено, считается, что люди выпили, вряд ли они будут такой вкусный напиток выливать, потому что я додонцы выпил прямо на сцене, мне очень понравилось. Соответственно, сколько осталось, мы вычтемли из того количества, которое было изначально, из 20 тысяч стаканчиков. А сейчас какой рекорд России по этой номинации? По этой категории в холодном чае была открыта категория только. Соревнования по напиткам проводились, например, соревнования по массовому угощению квасом, даже были угощения шампанским, вином, коньяком даже угощали, молоком, соответственно. Традиционные соревнования даже есть по выпиванию молока, города между собой соревнуются. В 5 часов каждый город пьет молоко. Однажды установили рекорд в Воронеже, и тут же мы стали бросать вызов другие города. Там Уфа, опять Воронеж, опять Уфа, еще Москва и прочее. Но вот кусок, он только появляется. Конечно, был определенный трепет. Я когда не знал, что это за напиток, а видел только его рецептуру, она обсуждалась в редакции многократно. Определенно испытывал, ну, веримся, понравится ли всем, даже если понравилось нам. Но я скажу, что вот то, что сейчас на сцене я выпил, уже вот в этом раздаточном, конечном варианте, ну, это идеально, то, чтобы я с удовольствием пил. Я люблю морсы, а это именно холодный чай, который очень напоминает морсы, очень приятный вкус. В то же время это не синтетический напиток. Вот весь мир... Клоденческий чай. Да, весь мир раздувается именно от синтетических напитков, потому что те же все, Coca-Cola, Pepsi-Cola, все, Sock-3, что называется, они имеют добавки, которые не лучшим образом навсказываются на человеке. А здесь будете стройными, употребляя регулярные курсы, мы здоровыми, вот что самое главное. С энергией.